Благослови, Душа моя Господа, благослови, мисси Господи, благослови, Душа моя Господа, и вся внутреннюю мое имя святое Бог. Пожелания мира и добра приветствую вас, дорогие телезрители. Православная Церковь величает и чествует Господа Иисуса Христа, восхваляя Его, называя Спасителем, Богом-Спасителем, пришедшим спасти весь мир и все человечество, царем славы, исполнившим всякую правду. Если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим, весь Ветхий Завет пронизан мыслью о скором избавлении и исцелении человечества. Пророк Исаия, пророчествуя о скором пришествии Мессии, говорит, что поругание мира нашего на нем и ранами его мы исцелили. Святой праведный страдалец Иов выражает надежду, говоря, что в тот момент глаза мои, не глаза чужого человека, увидят его и обрящу спасение и радость. Даже праматерь наша Ева радуется о рождении своего первенства, называя его смех, радость, думая, что в первенце ее исполнилось благоволение Божие о спасении миру. Что же это за спасение? Для чего же весь мир ждал пришествия Иисуса Христа, Мессии и Господа? Так ли это было необходимо и от чего спас человечество Спаситель? Тема, которую мы сегодня затронем, является грех. «Как единым человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть во вся человеке вошла, потому что в нем все согрешили». Так говорит нам Священное Писание. Кого же оно подразумевает? Под единым человеком, посредством которым грех вошел в мир. Данным человеком были наши праотцы, наши прародители, Адам и Ева. Бытописатель повествует нам, и все вы прекрасно знаете историю грехопадения, о том, что Господь сотворил весь мир, и весь мир был сотворен весьма правильно, весьма красиво устроен, и не было в нем никакой неправды и лжи. Человек же был практически совершенен. По совету Святой Троицы, сотворим человека по образу и подобию нашему, по подобию Святой Троицы был создан человек. Весьма совершенен так, что и знал он, и мог проникать в суть вещей, и познавать суть вещей и явлений. Единственное, в чем Господь ограничил человека, он ограничил человека, дав ему заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. Два древа упоминаются в Священном Писании Ветхого Завета. Это древо жизни и древо познания добра и зла. Но прародители наши приступили заповедь, заповедь, в которой заключалось все – и стяжание благодати, и послушание, и смирение, и преклонение пред святыней. Все это было нарушено. Вы знаете, что к праматери нашей Еве приступил дьявол в образе змея и прельстил ее. И, как повествует Священное Писание, ела сама и дала супругу своему. Таким образом совершилось преступление, таким образом совершился грех. Человек отпал от Бога посредством нарушения заповеди. Было ли древо познания добра и зла каким-то особенным? Нет. Особенным его делала заповедь Божия, не вкушение от нее. Обращая внимание на сей печальный поступок, Игнатий Брянчанинов говорит нам и обращает наше внимание, Посмотрите, с какой легкостью человек, зная Бога и Спасителя своего, Оставляет заповедь данную ему. Не заключается ли данное падение, И не предшествует ли ему уже уклонение сердца человеческого от Бога? Не уклонился ли человек, имея заповедь и возможность Бога общения, Имея возможность воспарять духом и созерцать Бога, Не устремился ли он в сердце своем к созерцанию самого себя, К созерцанию собственного изящества и совершенства? Воистину это так. Человек вожелал непосредством труда, Непосредством прилипления сердца своего к создателю своему, А посредством хищения уподобиться своему создателю. Дьявол, враждуя против Бога, Решил восстать против возлюбленного создания, человека. Поэтому в Священном Писании он называется «человека-убийца» из коней изначально. Но не было никакого принуждения со стороны дьявола к созданию Божию, к человеку. Только прельщением и обольщением он обратил внимание человека на запретный плод. Не насилием, но обольщением воли человеческой. И человек собственную волю, свободную, которая была ему дана как дар, употребил во зло. И собственной злой волей, приступив заповедь, познал на своей природе, что есть грех. Грех, в первую очередь, есть ложная цель. Или отклонение от истинной цели, от цели, которой задумал Господь. А цель – это обожение, это обретение подобия Божия и уподобиться Богу. Таким образом, грех есть всякая неправда, всякое нечестие, неисполнение долга своего, измена, блуд и всевозможные ее проявления. Грех – явление сложное и многоликое, но, как правило, содержит в себе три образующих, три компонента. Первый – это ложная цель. И представляет собой ложное целеполагание человека. Вместо того, чтобы прилипляться умом и сердцем своим к Богу своему и Создателю, человек полагает пред собой второстепенные, совершенно неважные цели, но ставит их во главу угла. Таким образом, в мире сейчас существует культ наживы, культ денег, культ карьеры. И человек, полагая всю свою волю, все свои усилия для достижения этих мнимых целей и благ, забывает о главной цели, забывает о том, для чего он пришел в этот мир и как, с чем он уйдет. Ведь вы прекрасно помните, великий полководец и царь Александр, заявав практически всю империю, всю землю на тот момент, имея огромные богатства, умирая, завещал себя похоронить ладонями кверху. Означая, что практически по библейскому сюжету, что наг он пришел и в наг отходит из мира, имея огромные богатства, заявав множество народа, он отходит в мир иной ни с чем. Второе. Второй компонент в грехе – это нарушение нравственных законов и норм поведения. И действительно, ведь если перед человеком стоит ложная цель, которую он стремится достичь, ложная цель, которая является изначально ущербной для него, то, какие способы для достижения он ее изберет. Как правило, это цели неправедные. Происходит нарушение норм поведения, человек согрешает. Третий компонент. Посредством выше всего перечисленного человек, как было сказано, «Отдаляется от цели и промысла, которые, значительно, о нем задумал Господь», то есть от своего спасения. Грех рождается в человеке посредством страстей человеческих. Если в человеке разум не может управлять его чувствами, если чувства давлеют над человеком и не имеют никакой узды, если ум оставил свое изначальное назначение воспарять к Богу и видеть его божественные проявления, то душа человеческая становится рабыней плоти, и плоть уже живет ее страстями и похотьми. Святые отцы говорят так, «Человек, павший грех, уподобляется тварному созданию, то есть уподобляется животным, потому что живет и действует подобно им, становится более плотиным и становится менее духовным». Посредством греха человечеством и миром завладела смерть. Явление, которое по сути своей является двояким. В первую очередь это смерть духовная, когда человек своими неправедными деяниями отсек себя от Бога общения, отсек себя от своего Создателя. И второе проявление смерти — это смерть телесная, когда человек разделяется, и душа его отделяется от тела. Изначально, как блаженный Августин говорит, тело не обладало возможностью смерти, оно обладало возможностью бессмертия, но эту возможность посредством грехопадения утратило. И вот, чтобы преодолеть это разделение, чтобы исправить эту неправду, чтобы избавить человечество от непосильного тяжкого бремени греха, в мир приходит Спаситель. И эта благая весть, содержащаяся в Священном Писании, всегда является центральной проповедью Церкви Христовой о том, что нет больше смерти, нет больше греха над верными чадами, потому что их искупил Сам Иисус Христос, Сам Господь, Бог воплотившийся и принявший человечество, принявший Его грехи, понесший Его беззаконие, уврачевавший язву на теле человечества. И отныне мы можем взывать Господу к Создателю Своему и прилипляться к Нему. Посредством своей искупительной жертвы, своей крови, смерти на кресте, Христос изничтожил болезнь человеческую. Христос изничтожил грех и упразднил в смерть. И отныне мы не смертные, и мы не рабы греха, потому что Христос пришел и спас нас, и мы теперь друзья, как говорит Христос, и сыны Божьи, потому что знаем домостроительство о нашем спасении, знаем милость Божью, знаем дела Его. Глава Слави, Душа моя, Господа, и вся внутренняя мое имя Святое Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова